Заседание началось с объявления результатов до выборов Совет депутатов муниципалитета, которые прошли в минувшие выходные, и вручение удостоверения депутата избранному по 14-му избирательному округу Артему Грудинину. Мои избиратели, а именно 503 человека, которые пришли на выборы, которые проголосовали, написали невероятное количество наказов, которые я планирую выполнять в ближайшее время. В совхозе земеления есть проблема с Домом культуры. К сожалению, насколько мне известно, договор на данный момент не подписан. Я считаю, что все вопросы должны решиться прежде всего в правовом поле. Затем перешли к основной повестке дня. Было утверждено новое положение об охране зеленых насаждений, где появился ряд новшеств. Мы сокращаем строки рассмотрения заявлений собственников земельных участков на получение необходимых разрешений, обрезку зеленых насаждений, снятие травяного покрова с 30 до 17 рабочих дней. Это вносится в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги, выдача решений на вырубку зеленых насаждений по рульбочному билету. Обсудили также внесение изменений в ранее принятые решения Совета депутатов, касающиеся бюджетов сельских и городских поселений. Корректировке подлежит в том числе и бюджет сельского поселения совхоз имени Ленина. Изменяются расходы бюджета, они увеличиваются на сумму 3 млн 254,6 тыс. рублей. Увеличение идет по мероприятию муниципальной программы груздойства сельского поселения совхоз имени Ленина. Это те деньги, которые там более 3 млн, где контракты 19-го года, когда главой была Добренковой, соответственно, бюджет закрыли, а контракты 19-го года остались неоплаченными. И уже из бюджета 20-го года, соответственно, направили эти деньги. Настоящие дебаты вылилось обсуждение перспективного плана работы Совета депутатов на 2021 год. Артур Григорян заверил присутствующих, что план неоднократно прорабатывался, и все предложения, направленные в адрес Совета депутатов, в него были включены. Поэтому претензии ряда депутатов абсолютно беспочвены. Сегодня поступило поручение председателя Совета депутатов, которое, на мой взгляд, даже немножко запоздало уже. То есть, обсудить на комиссии по этике поведение некоторых наших коллег-депутатов, в том числе депутатов из 29-го, грузина Павла Николаевича. Сейчас идет целенаправленный срыв работы Совета депутатов, целенаправленный подрыв авторитетов депутатов. Подводя итог заседания, Алексей Спаский поблагодарил депутатов за оплодотворную работу и добавил, что хоть Ленинский округ и получил от губернатора Московской области премию «Прорыв года» в номинации «Чуткая власть», задач предстоит решить еще много. Год был непростой еще, потому что он переходный. Мы трансформировались из муниципального района, из поселений, соответственно, вынуждены были рассматривать иногда 9 бюджетов, включая бюджет уже городского округа. Это непростая, не всегда благодарная работа. Я очень надеюсь, что начиная с нового года все-таки бюджет у нас будет один, и поэтому в этом смысле будет всем проще. В том числе глава округа упомянул о том, что новая школа в пригороде Лесное и перестройка Квидновской гимназии должны открыть свои двери для учеников не позднее 15 января 2021 года. Полина Иванова, Владимир Андрианов, БинетВ.